Ожидалось, что борьба развернется упорно. Так оно и получилось. При этом результаты прошедшего этапа можно назвать фантастическими. Почти все лидеры упустили свои позиции. А на первой строчке вырвались новички дивизиона – команды, попавшие в высшую лигу после победы в премьер. В соревновании принимали участие 27 экипажей, каждый из которых провел по 12 гонок. Всего за три дня регаты было дано 36 стартов. Четвертое место у сочинской команды Black Sea. Яхтсмены очень уверенно начали. А в первый день вообще не оставляли соперникам никаких шансов. Но подвели нервы. Ошибки привели к лишним очкам. Бронзовые медали этапа у команды «Конакова Риверклаб» Дмитрия Шунина. Невероятный результат у Валерии Коваленко. Ее команда оформила полный дубль. У них вновь второе место, как и на первом этапе нового сезона. Первые два дня была очень стабильная погода, стабильный ветер, не было волны. Хорошие условия. В таких условиях все команды рулят хорошо, гоняются хорошо. И мне кажется, турнирная таблица явные показатели этого. И, соответственно, нам, наверное, проще гоняться в каких-то сложных условиях. Мы в них больше можем выигрывать. Золото этапа у команды «Калипса» из Туапсе с Максимом Тарановым на руле. Этот коллектив попал выше дивизион только в этом году. Слава богу, выиграли. И как бы оправдался. У меня на душе так отлегло немножко, потому что я очень переживал. Могли завалиться. Ну, в общем, большое спасибо команде, потому что мы так все этапы зимней серии готовились очень серьезно. В рамках высшего дивизиона проекта прошла и регата детского дивизиона лиги. В ней приняли участие 10 воспитанников. Сочинская спортивная школа Олимпийского резерва номер 4. Победителем регаты стал Егор Сердюк. Серебро у Павла Собченко, бронза у Данилы Лиха Ивана. Парусный марафон в Сочи все еще не закончен. В эти выходные в борьбу вступят участники премьер дивизиона лиги.